И снова всем здравствуйте, друзья! Я вернулась... Вернулась в Англию. Однако, вы знаете, прилетела вчера, очень долго добиралась, на двух опять перекладных самолётах. Меня встретила здесь Англия, конечно. Очень сумрачно, очень пасмурно. Сейчас прокатимся немножко, покажу вам, как у нас здесь холодно сегодня. И, в общем-то, вчера-то уже было очень холодно. Я прилетела утром в 6 часов утра. В Лондоне стоял туман. Туманный Альбион себя показал в полной мере. И вот, даже когда я шла по улице, было немножко, как изморозь на дороге. Вы знаете, странно это. Сегодня вот плюс 10 градусов, но всё равно холодно, мрачно. Уже, конечно, этой красоты такой нет здесь. Всех я вас благодарю, друзья мои, что вы меня дождались. Спасибо большое всем, кто переживал, где я, что я, куда я пропала. Ну, вот, как вы уже поняли, по моему вчерашнему видео, тот, кто смотрел. Я выложила уже один сюжет. Это город моей юности. Я была у своих родных, навестила своих родных, друзей. Кое-какие дела у меня там были. Вы знаете, что на удивление я уехала 2 октября. Покажу вам немножко, как я ехала. Я ехала через Лондон, конечно же, опять. И Лондон целый день шёл дождь. Поэтому ничего там толком я вам и не смогла снять. Вот, но, вы знаете, было всё-таки тепло, когда я уезжала 2 октября. Было плюс 12. А сегодня у нас, вот, как я сказала, плюс 10. У меня в квартире очень холодно, потому что те электронагреватели, они, конечно же, были выключены. Вот, очень настудило. Вообще здесь, вы знаете, недвижимость в Англии, она абсолютно не держит тепла. Уже тоже, наверное, слышали. Да и я об этом тоже говорила раньше, что вот люди экономят. Электроэнергия очень дорогая, газ очень дорогой. Люди экономят на тепле. И поэтому вот даже бывают случаи, что старики замерзают в своих квартирах. Об этом несколько сюжетов уже видела, снимали люди. Ну, вы знаете, в общем, конечно, на удивление было то, что когда я приехала в Новочеркасск, погода для меня просто шептала. был очень теплый октябрь. Наверное, такого октября я не помню. Плюс 25, плюс 20. Весь месяц держалась такая погода. И мне уже все сказали, мои друзья, что, наверное, специально для тебя. Вот, а сюда вернулась Витя, как не могу в себя прийти. Сразу опять сел голос, опять простыла. Конечно же, сразу приехала посмотреть на птиц своих. Пойду покормлю. Ну, и вам расскажу, как меня встретила Англия. Помимо того, что здесь, вот, как я сказала, уже холодно. Ну, вы знаете, вот я сейчас оделась. Это я, когда прилетела, вчера в 6 часов утра очень замерзла. И подпростыла даже. А сейчас вот тепло оделась. Одела даже рукавички. И, по-моему, вполне нормальная погода получается. Вот, вы знаете, я, конечно, тоже соскучилась. И по своим видео, по своим друзьям, по своим подписчикам. Очень рада вас видеть вновь. Те, кто спрашивает, что я уехала насовсем. Нет, конечно, я вернулась опять в свою обитель. Как меня встретила моя квартира? Сейчас расскажу. У меня всегда что-нибудь не одно, так другое. Приключения такие бывают. Хорошо, конечно, то, что теперь мою квартиру не взломали, как в прошлый раз. Сейчас вот мои замечательные гуси здесь. Лебеди плывут ко мне. Сейчас, наверное, покормлю и вам немножко расскажу. Слышите, как они хрюкают, лебеди, да? О, как замечательно хрюкают. Так вот, в квартире, так как меня не было, я загуляла, так говорится, почти на два месяца. Моя поездка оказалась вот такой вот долгой. И у меня было там на счетчике 50 фунтов электроэнергия. Я заплатила заранее. И 25 фунтов газ. Вот. Что вы думаете, когда я вернулась? Естественно, у меня все было отключено там. Но получилось так, что газ мне отключили, потому что закончились эти 25 фунтов благополучно. и было там минус 2,5 фунта уже у меня задолженность по газу. Представляете, как весело. Никто не пользовался. Квартира была закрыта. И, значит, вот 20 фунтов умыкнули. И точно так же 20 фунтов ушло по электроэнергии. Хотя, я же говорю, все электроприборы были выключены. Когда я спросила, позвонила в Бритишгаз, естественно, надо что-то готовить. Газа нет. Я позвонила, стала спрашивать. Мне сказали по телефону, что да, извините, конечно, но вот мы берем все равно, вне зависимости от того, пользуетесь вы газом, электроэнергией или нет, мы берем тариф ежедневно, 40 пенсов за то, что вот они как бы держат мне эту линию или уж за что, я не знаю. Сказали, что если вы вдруг вот пригласите кого-то, то вам будет бесплатно приходить к вам мастера. Хотя это тоже неправда. Ну вот, тем не менее, значит, 40 пи ни за что, ни про что в день они берут. И мои закончились 25 фунтов. Мне пришлось еще положить 50, для того, чтобы мне подключили газ снова. Когда заплатила, газ через 2 часа подключили. Ну и вот, все равно, вы знаете, в квартире очень холодно. Я держала отопление включенным в 2 комнатах. У меня там есть электрообогреватели. Я уже говорила, что они очень много берут электроэнергии. И ничего не поделаешь, конечно. Хотя бы, думаю, натоплю на ночь. Ну и как-то сразу жарко через 2 часа. Я отключила. Что вы думаете? За следующие 2 часа все выветрилось благополучно. Абсолютно здесь эти дома английские, они не держат тепло. Ну вот, не знаю, как бы они, конечно, зимовали наши зимы. Потому что моментально опять похолодало. И опять пришлось включать отопление. На берег, на набережную нашего пролива Олентического океана. Но вот видите, что вода ушла. Очень неприглядный вид. Во-первых. А во-вторых, еще здесь и ветер. Поэтому не получится у нас гулять по берегу сегодня. Ветер здесь, на набережной, почти всегда. Вот посмотрите, как набило песка. Надуло здесь по самую громкую. И даже здесь, вот в этой стороне, уже даже на асфальт. Насыпало песком. возвращаясь обратно на пруд. Здесь, может быть, не будет так быть. Вы знаете, везде ветер дует. Даже не знаю, где лучше встать, чтобы нам поговорить. Вот никак не получается. Адаптироваться все еще не могу. Все еще мне здесь холодно. Как уже мы с сестрой разговаривали, что решили, что такой необычный, теплый октябрь плюс 20, плюс 25, друзья, даже там на юге, в России у нас это такое. Никто не вспомнил, чтобы было так тепло. Поэтому мы решили, что это специально для меня, чтобы я насладилась погодой, вспомнила красоты города. Надеюсь, что вам город тоже понравился. город Новочеркасск. Ну и вот я только уехала вчера, и там сразу минус 9. Представляете, я уехала и увезла тепло сюда. Но вот, к сожалению, я не привезла сюда тепло в Англию, потому что здесь тоже холодно. Я взяла кофе свой английский, капучино, как обычно. И, по-моему, я никогда не показывала вам английскую выпечку. Вот, посмотрите, цены на вот эти вот малюсенькие пирожные. вообще самые обычные. 2,25 фунта. 2,50. Вот ватрушечка. Внизу тортики вот такие вот. Видите? Вот такие вот резанные торты. Можно посмотреть, что внутри. И вот цена такая. Вот еще, посмотрите. тортики. И еще тортики уже все съеденные почти. Посмотрите, посмотрите. А теперь сейчас вам покажу то, что мы кушали в Новочеркасске выпечку. И цены тоже сравните. цены на английские торты и цены на русские пирожные. И посмотрите, какие здесь они эти незамысловатые пирожные. вот так. Я показывала вам Новочеркасске. Сейчас еще покажу. И вот после того, как мы попили кофе с тирамису в прекрасном дорогом кафе, я хочу вам показать. Посмотрите цены. Ну, такие же тирамису вы посмотрите на эти цены. Если вы не видите, я вам подскажу. Это 24 рубля. 22 рубля. Вот. 30, 38. Вот пирожные сказки. 34, 35. Представляете? 55 пражский торт. И здесь еще, видимо, не видимо, тортов. Но торты, конечно, уже такие по цене довольно дорого. Но у меня поразили их пирожные. От 20 до 50 рублей. Да. Прекрасное кафе. спасибо всем. Вот такое пирожное кондитерское золотой колос. Представляете, какие цены, друзья? Это же просто коммунизм. Вот вы знаете, когда я об английских ценах говорю, мне начинают писать возмущенно. Так у них и зарплаты другие. Что ж вы сравниваете? Вот у них зарплаты в 5 раз больше, чем у нас. Ну, это смотря у кого. Вообще, если брать конкретно меня, то, как я уже вам говорила, я живу здесь на свою российскую пенсию. Вот до чего дошло. Пенсию мужа я, возможно, буду получать, если никакие законы не изменят в связи с Брекситом. Буду, возможно, получать через 2 года. Через 2 года мне исполнится 66 лет. Ну, вы знаете, как-то не радует меня вот эта перспектива ждать 66 лет, чтобы получать пенсию. И пенсия, насколько я уже узнавала, она там будет вообще мизер просто, потому что в 2016 году уже изменили однажды вот этот вот закон, законодательство английское подровняли, не хотят много платить, и пенсии умерших супругов раньше выплачивали, оставшимся в живых. Вот, но теперь это все убирается. Вообще, Брексит натворил делов, конечно. Сейчас все просто ропщат. Наверное, тот, кто в курсе. Я уже немножко рассказывала о Брексите, но вот сейчас приехала, и опять, вы знаете, Брексит отложили, он должен был быть 30 октября автоматически, Борис Джонсон так решил. Но опять ничего не получилось, опять там европейский вот этот вот какой-то суд постановил, что не так-то просто выйти Англии из состава Евросоюза, не знаю. Все ухудшается и ухудшается в связи с этим здесь, и все уже не рады, сами себя загнали вот в такой вот угол. Так что перспектива мне получать пенсию умершего супруга очень-очень туманно пока еще. Вот мне прислали письмо как раз когда я вернулась, у меня опять весь почтовый ящик был битком забит всякими их письмами счастья в том числе. Я здесь почту получать не люблю и вообще боюсь. Знаете, это раньше писем ждал, что что-то интересное вам пришлют, а сейчас присылают либо белый, то есть счеты за квартиру, либо присылают какие-нибудь штрафы на машину, либо какие-нибудь предупреждения, опять же, что надо что-то заплатить или у вас что-то отключают. Поэтому я почту здесь очень боюсь и не люблю. Ну и вот пришло мне письмо из пенсионного фонда здесь английского департамента. for work and pension, кто знает, называется. Значит, там написали мне по моему запросу, я запрашивала, что меня ждет, пожалуйста, объясните, потому что скоро пенсия, что я должна делать. Ну и мне написали, что вот опять же в 2016 году поменялся закон, не уже теперь не предусматривается выплата пенсии умершему, от умершего супруга выжившему. Но если ваш супруг, как там написано, умер до 2016 года, то возможно там какую-то часть вам все-таки начислят. И они вот пишут, что муж ваш получал 167 фунтов в неделю. Вот так получал рентом 167 фунтов в неделю. И представляете, они пишут, что вам из этой суммы возможно мы можем перечислить единственное 27 фунтов в неделю вот такую сумму от 167 27 я не знаю даже какой-то процент я не считала, но понятно, что это просто какой-то мизер и издевательства. Так вот даже еще у меня спрашивают согласна ли я чтобы мне вот эту пенсию по наступлению 66 лет выплачивали. Если не согласна, то значит я должна им также сообщить. А почему спрашивают согласие? Потому что есть еще такая пенсия, она даже не пенсия, а называется пособие пенсионное для малоимущих, у которых очень низкий бюджет. Я к ним отношусь, потому что я не работаю и сами понимаете, никаких я не получаю от государства никаких денег от английского государства. И поэтому там есть еще возможность оформить пенсионное пособие, но это тоже очень большая заморочка, но все-таки это возможно. Так вот, если я сейчас соглашаюсь 27 фунтов в неделю кусочек от мужниной пенсии, то тогда уже я не имею права претендовать ни на какие другие пособия. И, наверное, придется мне отказываться от этого, потому что все-таки пенсионное пособие там больше, оно где-то порядка 50 фунтов в неделю, вот так. Но это все равно, как вы понимаете, очень мало. ну, то есть получается 27 фунтов в неделю, это умножаем на 80, получается 260 примерно, 2160 рублей, или в месяц 8600, то есть даже меньше, чем у нас, пенсию плачут прожиточную в месяц малоимущим людям, вот так вот. Поэтому, конечно же, я на нее не соглашусь, а вот если мне будут платить 200 или 203, там как-то от 200 до 270 вот это вот пенсионное пособие для малоимущих также, то это уже побольше в два раза будет 16 или 17 тысяч рублей. Ну, вот опять же, понимаете, кто-то же мне скажет, что ой, так вот прекрасно, как замечательно, но на эти деньги прожить здесь нереально, друзья. Если бы еще не мои сбережения, если бы не моя российская пенсия, которая у меня 20 тысяч рублей, то я бы тут, наверное, жить просто не смогла. с с с с с Продолжение следует...